Это была серьёзная работа, хочу сказать. Машину держите. Держим и машину и режиссёра. Машина сама уже едет. Вот работа гонщика. Вот она видна. Вот. Вот. На самом деле. Я, наверное, долбанулся зеркалом. Ну, проходил, когда вот это круто. Это неплохо. Это говорит о том, что очень жёсткий и агрессивный стиль вождей. Минута двадцать и три. Да. Вы первая звезда в бюджетном автомобиле в Топ-Гире. И пока находитесь на самом верху. Распоздавали. Да. На запах шашлыка и славы подтянулись очередные гости. Политик Алексей Митрофанов, певица Карина Кокс и вице-чемпион Туринской Олимпиады саночник Альберт Демченко. С кого начнём? С кого начнём? Только не с меня. Давайте с вас. Давайте. Естественно, что для чемпиона Европы по осанному спорту Альберта Демченко скорость родная стихия. А вот дизайнер Маша Цыгаль призналась, что не умеет переключать передачи руками. Николай тут же дал волю своим рукам. Быстро говорю. В правой руке будет находиться коробка передач. Такая палочка. На ней нарисовано, как включать первая, вторая, третья, четвёртая, пятая. Кто первая, вторая, третья, четвёртая? Альберт Демченко пересекает финишную линию. В тот момент, когда вы нажали, здесь, правой рукой, вы включаете передачу. А вы будете рядом и так держать в моей руке ноги? Я буду держать только ноги. Меня интересует сейчас только ноги. Ваша? Минута. Три, два. Демченко теснит Грымова с первой строчки, а за рулём – Карина Кокс. Надо все шлычками заняться, пока тут люди исклюсь жизнью. Пикник продолжался. Николай, словно кролик под гипнозом, помогал Маше осваивать механическую коробку передач. Карина всё увереннее делала это сама. Грымов отправился на кинофестиваль, а Альберт Демченко остался за шеф-повара. Приложив немало усилий, Николай, однако, так и не научил Машу ничему. Так что пришлось вызывать настоящего эксперта. И стик показал, как это надо делать. О! А-а-а! 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 Ой, как трудно! А-а-а! Это произвело впечатление? Ой, нет, всё-всё-всё-всё, очень страшно. Мне кажется, это всё, я больше не могу. Ну что же, теперь давайте следующую жертву. Похож я на... Абсолютно, на Михаила Швахера? Нет, на Маргунова из фильма. Нет. Из известного? Нет. Задача проста. Так. Сейчас вы садитесь в этот автомобиль. Так. Садитесь, садитесь. Эх, впервые, понимаешь. Что-то у вас какой-то автомобиль, честно. Это, во-первых, автомобиль отечественного. Для начала. Понимаете? Отечественный автомобиль. И вы должны знать. Да знать, конечно. И ваша работа непосредственно, непосредственно касается отечественного производителя, в том числе. Я ставлю последний штрих. А я что без меня не ешьте. Метрофанов, как оказалось, вообще не умеет водить машину. Чего приехал. Так что ему пришлось занять привычное место пассажира, правда, на переднем сиденье. Давай, не особо, не особо, не особо. Так, спокойненько. Шестьдесят. Что-то так. Без фурных все было. Без нарушений. Такой необычный у меня сегодня день здесь. Колик. Машин ходит. Я ухожу. Все-таки я попрощаюсь. Спасибо большое за чудесное времяпрепровождение. Едем, как будто мы едем. Так, 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 все, выходим, да? Как это было? Это было серьезно, на самом деле. Эх, мать моя. Как же вылезать-то? А вот так и вылезать. Вот оно. Счастье. Митрофанов явно хотел вернуться к столу, но наши заезды уже закончились. Мы прогнали всех с полигона и доели остывший шашлык. Так что день в стиле топ-гир явно удался. Это топ-гир, дорогие друзья. И звездой в бюджетном автомобиле, как вы видели, был Алексей Митрофанов. Он проехал на ваших глазах практически пассажиром в спортивном автомобиле, потому что водить автомобиль он не умеет. В связи с этим ставим ему абсолютно бюджетный прочерк. И я вешаю его на нашу знаменитую доску звездного круга. Вот, может быть, сюда. У нас есть сегодня звезды не хуже, а я бы даже сказал, может быть, где-то в некоторых местах их круче. Встречайте, это певица Карина Кокс и рукодельница Маша Цыгаль. Девочки. Я хочу спросить, Машенька, скажи, пожалуйста, мало того, что ты не умела водить до этого момента машину... Это что, ты еще не умеешь? Да, я хотел спросить, ты когда-нибудь видела автомобиль Лады Калина до этого? Нет, ни до, ни после. Первый и последний раз. Понятно. Вот так. А я хочу сказать тебе, Машенька, это твоя родина, доченька, понимаешь, красная Лада Калина. Скажи, мне понравилось ли тебе? Ну, на самом деле, это был интересный опыт для меня, такой необычный. Карина, каким образом тебя угораздило все-таки сесть в автомобиль? Совершенно случайно. Не понимаю, как это получилось. Я думаю, что это вы убедили меня. Да. Ну, я старался. Какая машина в быту? BMW 5 серии. Обожаем задний привод? Нет, полный привод. Полный привод? Да. Хочу вас спросить, все ли дорожные знаки вам известны? Сейчас мы вам покажем дорожный знак, а вы скажете, как он называется. Ни туда, ни сюда. Наш случай, Карин. Так. Я вообще первый раз этот знак вижу. Как он может называться? Я думаю, что ни в ту, ни в другую сторону нельзя ехать. А, ни в ту, ни в другую сторону нельзя ехать. Ну, вообще нельзя ехать. Просто стоять. На самом деле, если буквально слово в слово, то это конец реверсивного движения. Туда-сюда. Смотрим на следующий знак. Есть такой двойной знак, называется сиськи на дорогах. Это попа на дороге. О! То есть это не стерео, а это моно. Понимаю вас. Этот знак, вы будете смеяться. Он называется искусственная неровность. Вся страна, Машенька, увидела, что ты не умеешь водить машину. Мы это показали. Спасибо. А сейчас мы будем мучить всю страну другим видео. Моими успехами. Обзору, правда, немного мешает руль. В Машиных руках он выглядит неприлично большим. Сюда. В принципе, тут можно было бы переключиться с третьей на четвёртую, но Маша принципиально двигается на первой. Когда в Калине практически кончился бензин, Маша добралась до финиша. Сцепление, тормоз, сцепление, тормоз и снова сцепление, тормоз, стоп. Сложнейшая езда. Один, сорок восемь, пятнадцать. Здесь мы видим табличку, которая...